Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, и Мемкоины это один из самых горячих секторов в криптовалюте в этом году. Каждую неделю появляются возможности на сотни иксов, и многие трейдеры превращают небольшие суммы в огромные деньги. Совсем недавно это происходило на блокчейне Солана, но знаешь что? Только что это было запущено на биткоине. Да, ты не ослышался, уже на этой неделе в экосистеме биткоина появятся Мемкоины, и это прекрасная возможность для тех, кто упустил сотни и даже тысячи иксов на Солана Мемкоинах. В этом видео я расскажу все, о чем тебе стоит знать, но прежде передай за проезд. Проезд на этом поезде стоит 1 лайк коин. Передал? Спасибо большое. И хотя есть множество возможностей заработать быстрые деньги на Мемкоинах, они не будут длиться вечно. И самый лучший способ заработать на них это быть одним из первых. Биткоин, Мемкоины только что запустились. Куда еще первее? Разумеется, все, о чем я буду говорить в этом видео, не является финансовым советом. Я не являюсь финансовым консультантом. Я не рекомендую тебе покупать или продавать какие-либо криптовалюты, о которых я упомяну в этом видео. Я лично не владею ни одной из них, потому что они еще не запущены. Итак, в сети биткоина произошел халвинг, после которого комиссии в сети просто сошли с ума. Средняя комиссия за транзакцию в сети биткоина превышает 100 долларов США, что является абсолютным рекордным показателем. Но это не из-за халвинга, как многие сейчас говорят. Дело в том, что многие не заметили другого события, которое тоже не менее важно для биткоина и его экосистемы. Это обновление сети биткоина, запущенное вместе с халвингом, которое позволит создавать Мемкоины поверх блокчейна биткоина. И оно называется Биткоин Рунс или же Биткоин Руны. И это то, что заставит Мемкоины работать в сети биткоина. Ты можешь сказать, да какая разница, у нас есть биткоин как средство сбережения. Просто купил и держишь. У нас есть Эфириум, Солана и Бейс, там можно поторговать Мемкоинами. Зачем нам эти биткоин-мемы? Что ж, Мемкоины в этом цикле – это самый горячий сектор криптовалют. Он обгоняет все, даже токенизацию реальных активов, даже искусственный интеллект и DeFi. Мемкоины – абсолютный лидер по доходности в этом году. И я ожидаю, что когда эти биткоин-руны заработают и начнут торговаться Мемкоины на биткоине, многие из них будут приносить очень неплохие иксы. Позволь мне объяснить почему. Прежде всего мы можем посмотреть на то, что Мемкоины на Солане сделали за 3-4 последних месяца. Большая часть торговой активности, связанной с Мемкоинами, приходилась именно на блокчейн Соланы. И если мы сравним рыночную стоимость Мемкоинов на Солане с рыночной стоимостью самой Соланы, мы сможем понять, насколько большим может быть рынок Мемкоинов на биткоине. Итак, рыночная капитализация Соланы на данный момент 77 миллиардов долларов. Рыночная капитализация Мемкоинов на Солане составляет 7,7 миллиарда долларов, что около 10% от рыночной капитализации Соланы. Рыночная капитализация биткоина составляет на данный момент 1,3 триллиона долларов. Это самая большая криптовалюта в мире с огромным отрывом даже от эфириума, который занимает второе место. 1,3 триллиона долларов. Если Мемкоины получат 10% от этого числа, то их капитализация будет составлять 130 миллиардов долларов, что практически в 17 раз больше, чем капитализация Мемкоинов на Солане. Моментально это, конечно же, не произойдет сразу же после запуска биткоинрун, но со временем гораздо более реалистично выглядит цель в 1% от рыночной капитализации биткоина – 13 миллиардов долларов. И это все равно превышает стоимость Мемкоинов на Солане практически вдвое. Так что перспектива биткоин-мемов очень большая. И опять же, я не утверждаю, что это обязательно произойдет сразу же после запуска. Отнюдь. Но это потенциал этого рынка. Вот насколько могут вырасти Мемкоины на биткоине до капитализации в 13 миллиардов долларов. Итак, что же такое руны? И как они делают возможным появление Мемкоинов на биткоине? Чтобы понять это, нужно вернуться к событию, которое произошло в прошлом году. Это создание биткоин-ординалов и стандарта токенов BRC20. Они были созданы Кейси Роттермором, который также создал и биткоин-руны. Ординалы помогают записывать цифровой контент прямо на Сатоши для создания, например, NFT. Ими даже Питер Шиф пользовался, заядлый нелюбитель биткоина. Иными словами, ординалы записывают информацию прямо на Сатоши. А что такое Сатоши? Это как копейка биткоина. У нас есть рубль, а есть копейка. Есть доллар и есть цент. У нас есть биткоин и есть Сатоши. Биткоин делится на Сатоши точно так же, как доллар на центы. Итак, биткоин-ординалы сделали возможным размещать данные на Сатоши. Стандарт BRC20 позволил создавать токены на биткоине. Это как TRC20 на троне и ERC20 на эфире. Однако и ординалы, и BRC20 были очень неуклюжими и до сих пор неудобные. И поэтому эволюция привела их к созданию биткоин-рун. Опять же, руны – это стандарт взаимозаменяемых токенов. Что это значит? Это означает, что ты можешь обменять каждый токен на другой токен. Или между собой. Это не NFT, где, например, есть уникальные бейсбольные карточки, которые могут быть редкими или не очень. Это не взаимозаменяемые токены. А взаимозаменяемый стандарт токенов – это как, например, монеты на Салане, которые можно свапать между собой. И это именно то, что представляет собой монета мем на биткоине. Это то, что приносят биткоин-руны в экосистему биткоина. А теперь давай поговорим о том, как найти возможности в этом совершенно новом секторе криптовалют в биткоин-мемах на 10, 100 и даже 1000 иксов. И как их купить? Естественно, учитывая то, что это только лишь запускается, все еще не настолько развито, как у Саланы или других блокчейнов. И многое из этого еще не запущено. И опять же, это не является финансовым советом. Я не рекомендую покупать какие-либо проекты, которые я здесь упомяну. И я не рекомендую вкладывать свои сбережения в мемкоины. Это глупая идея, так как мемкоины могут не только взлетать на 10 иксов за день, но и падать на 99,9% за 24 часа. Лично мой план – выбрать мемкоины на биткоине, которые мне понравятся, и в каждой из них вложить 100 долларов. Потерять эти деньги я не боюсь, но они могут дать очень большие иксы. Все, что ты сейчас увидишь, это просто пример того, как ты сам можешь анализировать этот новый рынок и находить монеты, которые понравятся лично тебе. Итак, если ты действительно собираешься этим заниматься, тебе нужен специальный кошелек, который поддерживает биткоин-руны. Это как Phantom Wallet для Саланы, который мы потом подключаем к какой-нибудь децентрализованной площадке вроде Radium или BirdEye. Поэтому для начала найди кошелек, который поддерживает биткоин-руны. Например, вот этот, Xverse, он уже поддерживает биткоин-руны. Однако я уверен, что многие кошельки добавят поддержку биткоин-рун в будущем. И, конечно же, это сделают и криптовалютные биржи. Также нам нужна площадка для торгов, для покупки и продажи рун. Как, например, Radium на Салане. Такой площадкой может стать, например, Runex Exchange, которая еще не запущена, но в скором времени будет запущена. Это автоматизированный маркет-мейкер, точно такой же, как Uniswap для Ethereum или Radium для Саланы. Здесь мы можем выбрать монету из своего кошелька и свапнуть ее на монету, которую мы хотим купить. Или наоборот продать. Также у нас есть сервис BitcoinRune, на котором мы можем заминтить собственный мемкоин на биткоине. Также этот сервис в будущем запустит Marketplace и децентрализованную биткоин-биржу, на которой тоже можно будет торговать биткоин-рунами. Итак, теперь мы знаем, где и как минтить собственные биткоин-руны, продавать и покупать их, и на каком кошельке все это делать и хранить. Но как находить возможности на 100 иксов? Пока что биткоин-руны не поддерживаются привычным нам Death Screener, на котором мы искали Салана Мемкоины. Поэтому нам нужны другие инструменты для поиска. Одним из таких может быть Runes Market Cap. Это как CoinMarketCap, только для биткоин-рун. И здесь мы видим название биткоин-руны, дату запуска биткоин-руны, ее рыночную капитализацию и категорию, которой она принадлежит. Игровая, мемная, биржевая и так далее. Здесь мы уже видим такие биткоин-руны, как RunEx, RunAlpha, RunStone, Pubs, Wizards, Games, Bitcoin Slacks, Ordinal, FatKings и другие. О каких биткоин-рунах сейчас говорят люди? Например, NotMonkeys, RunStone, Taproot Wizards или QuantumCats, Bitcoin Puppets, OnChainMonkey и другие. Именно на эти биткоин-руны люди уже положили свой глаз. Я не рекомендую их покупать, просто обрати свое внимание, если не хочешь сам искать и следить за этим всем. Итак, биткоин-руны – это новый сегмент криптовалют, которому нет даже и суд. И я ожидаю, что в этой экосистеме появятся довольно большие возможности, так как это следующая горячая штука в криптовалютном мире. Потому что, как известно, люди всегда ищут следующую горячую штуку, но большинство людей находят ее тогда, когда она уже выросла. И лишь некоторые заходят в нее в качестве ранних инвесторов. А ранние инвесторы в Солана Мемкоины заработали совершенно астрономические суммы денег. Люди же, которые покупали их на хайпе, наоборот, потеряли свои деньги. И всякий раз, когда создается новая экосистема, многие люди будут стекаться к ней, чтобы попытаться заработать на новых крупных криптогемах, которые там могут возникнуть. Которые там смогут стать лидерами различных категорий этой новой экосистемы. Например, категории игр или категории мемов. Как и в случае с Соланой, люди захотят занять первые места, чтобы снять сливки. Именно поэтому после запуска Bitcoin Rune, экосистема биткоина в ближайшее время станет ареной борьбы за звание лучшего мемкоина на биткоине. Мы увидим новые Shiba Inu, Doggy Coin, Dogwith Hat, только уже на блокчейне биткоина. И вот откуда возьмутся эти сотни тысяч иксов. Эти новые победители, эти новые мемкоины на блокчейне биткоина дадут их. И если рыночная стоимость мемкоинов на биткоине достигнет хотя бы 1% от реальной рыночной стоимости биткоина, то экосистема биткоин-мемкоинов может легко затмить экосистему мемкоинов на Солане. Солана сделала миллионеров. Подумай, что произойдет с теми, кто будет первым в Bitcoin Rune. Но также не стоит забывать, что там, где есть риск получить жизнеменяющие прибыли, есть и риски потерять абсолютно все свои сбережения. Поэтому инвестируй с умом. Лично мой план в перспективе найти 20 мемкоинов на биткоине и инвестировать в каждый из них 100 долларов. Иными словами, я хочу инвестировать сюда 2000 долларов. Я хочу рискнуть этими 2000 ради потенциальных 100 или даже 1000 иксов. Напиши в комментариях, что ты думаешь о биткоин-рунах. Есть ли у них потенциал, как у Солана мемкоинов? Или все они просто обнулятся? Не забудь поставить лайк и подписаться. Мы уже совсем близки к отметке в 300 тысяч подписчиков. Большое спасибо за поддержку. И мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok